Спортсмены из Беларуси, России и города Донецка приехали в Брест, чтобы продемонстрировать в плавании характер и силу духа, побороться за звание сильнейшего. Но прежде чем приступить к соревнованиям, участники команд побывали на экскурсии в Брестской крепости. Мы очень заждались этого момента, когда мы все вместе встретимся, сможем проявить себя, показать свой потенциал и подготовку. И, конечно же, отдельно необходимо выделить то, что торжественное открытие этого мероприятия будет проходить здесь, на территории комплекса Брестская крепость. Это святое, сакральное для нас место, для всех белорусов, и не только для белорусов, для всего советского народа. Тех, кто сражался тогда за нашу родину с фашистским интервентом, тогда с объединившейся под немецкими флагами Европой. Здесь мы возложим цветы у вечного огня и тем самым отметим важность, отметим единство нашего союзного государства Белоруссии и России от Бреста до Владивостока, как говорил Александр Григорьевич Лукашенко, наш уважаемый президент. Почтим светлую память наших героев-победителей. Спортсмены совместно с представителями Паралимпийского комитета возложили цветы к вечному огню в Брестской крепости и минутой молчания почтили память героев Великой Отечественной войны. Все эти юноши и девушки, которые стоят на площади церемониалов, бесспорно борцы, их силе духа и воле к победе можно только позавидовать. Ведь, несмотря на отсутствие рук или ног, это не мешает им показывать хороший результат в таком виде спорта, как плавание. Особенно плавание. Последние годы белорусы очень спрогрессировали. Если у нас раньше была только одна звезда Бокий игр, то на сегодняшний день у нас плеяда молодых людей, порядка 5-6 человек, которые реально будут претендовать на паралимпийскую медаль. Спорт – он нелегкий труд. Что у олимпийцев, что у паралимпийцев. Но у паралимпийцев стимула больше, потому что высшая степень реабилитации человека с ограниченными возможностями – это когда человек полезен и востребован обществом. И они своим трудом показывают, своими спортивными результатами, что они могут, если не все, то очень-очень много. И то, что они действительно прославляют нашу страну на международной арене – это факт. И то, что они показывают, что мы социально направленное государство – это факт. Поэтому, безусловно, это люди с большой буквы – что олимпийцы, что паралимпийцы. У меня есть девиз, что спортсмен – это не сосуд, который нужно заполнить, а факел, который нужно зажечь. А зажечь факел может только тот, кто сам горит. Впереди у юношей и девушек четыре насыщенных дня соревнований, где они еще раз могут доказать и показать свои лучшие результаты, поставить новые рекорды, а главное – получить заслуженные награды и медали.